Всем добрый день, с нами уже 20 участников, в ближайшее время мы начнем, сейчас только подключатся все наши спикеры и начинаем. Так, коллеги, слышно меня? Да, слышно. Слышим прекрасно. Все-таки вы правы были, что-то справа, я думаю, что сижу через телефон. Ну хорошо, вот сейчас хорошо, и слышно, и видно, все отлично. Так, меня слышно, коллеги? Да, Андрей, слышно. Слышно, прекрасно, все хорошо. Друзья, пока не начали, Андрей, зовут Никита Данюк, рад знакомству, скажите, пожалуйста, как могу вас представить? Черников Андрей, юрист правозащитного проекта «Заправда». Все, спасибо. Ну, собственно, коллеги, мы уже представили, потому что мы в эфире, соответственно, Никита, можешь со стами представлять, Андрей уже представился. Да, друзья, мы рады приветствовать вас на очередном заседании, онлайн-заседании профессионального клуба «Заправду». Это для нас новый формат, в силу обстоятельств. И сегодня в заседании будет участвовать Николай Новичков, секретарь Центрального комитета партии «Заправду». Будем здоровы. Александр Казаков, первый заместитель председателя партии «Аббон». Андрей Черников, юрист, правозащитник, один из активных участников партийного проекта «Движение «Заправду» правозащитного». И, как всегда, модератор дискуссии Никита Данюк. И сегодня мы с вами обсудим ту экономическую ситуацию, которая сложилась в нашей стране в связи с пандемией коронавируса. И первый вопрос коллеги, в первую очередь Николаю Новичкову, Андрею. Как вы оцениваете нынешнее положение дел в связи с ситуацией с коронавирусом и учитывая падение цены на нефть? Предлагаю начать с глобальных вещей и закончить уже разбором предметных ситуаций в регионах. Итак, находимся ли мы в кризисе или что нас ждет в ближайшее время? Спасибо, друзья, всем, кто присоединился. Здравствуй, Никита, здравствуйте, коллеги. Я должен отметить, что ситуация на самом деле крайне критическая. И говорить о том, начался кризис или не начался кризис, уже не приходится. Мы живем в состоянии кризиса. Кризисов подобным наше поколение точно не переживали. Разные исследователи сравнивают его, кто-то с Второй мировой войной, кто-то с Великой депрессией. На мой взгляд, признаки есть и того, и другого. И в этой ситуации, в ситуации беспрецедентных событий макроэкономических, связанных с падением цены на энергоносители, которые носят, конечно, во многом как объективный, так и отчасти субъективный характер. Объективный характер связан с тем, что снизилось радикальное потребление энергоносителей в мире. Столько нет, сколько, естественно, газа, сколько производилось, уже на рынке не требуется. Безусловно, нет места за это снижение цены. Субъективным фактором является, на мой взгляд, об этом уже все говорят открыто, открывает тут нечего, имеет место картельный сговор, в том числе направление против интересов Российской Федерации. Зная о том, что Россия крайне чувствительна к цене на энергоносителе. Поэтому, повторяю, мы находимся в крайне критической ситуации, в крайне тяжелой ситуации. И в связи с этим нужно подходить нетрадиционно. То есть нужно подходить так, как мы не делали никогда до этого. Буквально на днях родилась интересная метафора, я ее озвучу. Так вот, многие говорят, что нужно вводить режим ЧАЭС. Не нужен режим ЧАЭС, нужен режим ЗП. Вот ЗП – это прекрасная аббревиатура, она расшифровывается и как за правду, и как за хар-прилепинг, а еще как заработная плата. Вот сейчас вот самое важное – поддержать бизнес, поддержать людей, обеспечить, чтобы не закрывались предприятия, обеспечить, чтобы сохранялся, по крайней мере, небольшой, но экономический рост, чтобы производство не сворачивалось, чтобы люди не оказались выброшенными на улицу. Вот сейчас это самое важное. Коллеги, если есть что добавить, прошу. Так, ну и пока Андрея нет, я бы добавил, развивая мысль Николая, что важно понимать, что сегодняшнее состояние мира и нашей страны тоже. У нас в информационной повестке в основном находится, конечно, так называемая пандемия, правда, пандемия, которая не соответствует признакам пандемии из словарного определения, но тем не менее она объявлена. В информационном пространстве доминирует именно она. Но настоящий кризис, и тут я согласен, конечно, с Николаем, внутри которого мы находимся, то есть мы сейчас в этом шторме находимся, для него коронавирус, COVID-19, послужил просто катализатором. И начался он еще до того, как все страны начали объявлять у себя эпидемический режим. Поэтому и разговор сегодня больше об экономике, потому что именно экономический, финансовый кризис, и я согласен с теми исследователями, которые сравнивают его с Великой депрессией 20-30-х годов прошлого века, из которых, замечу, тогда, в 20-30-е годы, не коснулась Советского Союза, потому что к 30-м годам удалось построить, казалось бы, невозможный социализм в одной отдельно взятой стране, и Великая депрессия в капиталистическом мире сыграла даже на руку процессом индустриализации и экономического роста Советского Союза. Сейчас, увы, после крушения Советского Союза, в 90-е годы точнее, тогдашние компрадорские элиты не просто включили нашу страну в глобальную либеральную финансовую систему, но еще и привинтили туда наглухо большими болтами и срезали шляпки, чтобы невозможно было обратно отвинтить. Поэтому сейчас мы находимся вместе со всеми в этом кризисном состоянии, и пока непонятно, но это пока никому непонятно, может ли каждая страна, и наша в частности, выйти из этого глобального кризиса самостоятельно. Коллеги, перед тем, как мы будем детально обсуждать меры, как принимает государство в отношении граждан, пострадавших из-за режима самоизоляции, я не могу не задать этот вопрос. Как вы считаете, правильно ли правительство и президент приняли решение, согласно которому в стране не объявлен режим чрезвычайной ситуации, в рамках которого приостанавливаются всевозможные действия контрактов, потому что он относится к форс-мажорным обстоятельствам, и в рамках которой государство в полной мере обязано переложить на себя, в том числе, финансовое и экономическое бремя. И потому что большое количество людей в разных регионах, где разная эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом, очень сильно жалуются на так называемый режим самоизоляции, который не имеет нормально прописанного правового статуса, который запрещает людям свободу передвижения, они подвергаются штрафам, различным карательным мерам, несмотря на то, что тот самый режим чрезвычайного происшествия либо ситуации не объявлен. Как вы считаете, нужно ли было в самом начале вводить режим ЧС вместо режима самоизоляции? Я могу по этому поводу изложить позицию. Что касается режима ЧС, то слишком однозначно нельзя его воспринимать, потому что это не столько права, сколько обязанности. И в том числе предпринимателям есть статья, где указано возмещение ущерба, в том случае, если они пострадали, если был причинен ущерб в результате данного ЧС. То есть здесь вот к этому подходить так, что ведут ЧС и обнулятся все обязательства, такого нет. Что касается форс-мажора, то в настоящее время в каждых регионах приняты нормативные акты субъектов. Так, например, в Москве есть такой нормативный акт, там тоже в Липецкой области, в которых указано, что вводится режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации и на уровне субъектов федерации указано, что он является обстоятельством необратимой силы. Это первый момент, да, то есть в этом направлении что-то сделано, чтобы люди могли о чем-то договариваться. Но это касается в большей степени бизнеса. Очень важно следить за тем, как реализуется тот или иной нормативный акт или то или иное указание президента. Так, например, тот же форс-мажор, значит, вышел обзор Верховного суда, то есть важно, как будут применять суды. Верховный суд как бы ничего нового не сказал. Вот, сказал такую интересную формулировку, что все-таки не рабочие, они как будто бы и рабочие, если так образно говорить. Вот, и что форс-мажор, он не тотальный для всех, а в каждом отдельном случае. То есть фактически всему бизнесу придется нести издержки на то, чтобы получать заключение в торгово-промышленной палате. То есть хотя сейчас отдать должное, она заработала в большей степени активно. Вот, и в общем-то, ну, положительные движения есть в этом. Вот, но затем с каждым этим заключением в каждом конкретном случае уже будут суды. То есть это нагрузка на предпринимателей с точки зрения судебных издержек. То есть это лишние издержки, которые можно было бы избежать, если бы вынесли, например, тот нормативный акт, который указывал бы, что все оказались в одной ситуации, и для всех это является обстоятельностью непреодоливания силы. Что касается физических лиц, граждан, то там ситуация еще сложнее, потому что в том же обзоре Верховного суда у нас фактически, мы видим, значит, этот обзор в пользу банковской системы, потому что на основании данного обзора банк может говорить гражданам, что обстоятельства непреодолимой силы для вас не наступили, и поэтому вы должны оплачивать кредиты, проценты и все остальное, если мы с вами не заключили реструктуризацию. И граждане к нам обращаются в правозащитный проект по горячей линии и обращаются с тем вопросом, что если бизнес может получить, например, заключение о форс-мажоре, то есть как мне действовать, если, например, мое предприятие не работает, я не работаю, сижу дома, меня сократили или уволили, не получаю зарплату, но кредит мне нужно платить, и возникает резонный вопрос, как граждану используют как раз институт непреодолимой силы. На текущий момент мы знаем, что Совет Федерации объявил о том, что будет проводить ревизию законодательства федерального с учетом всех мер, которые были приняты и тех указов, потому что зачастую были нестыковки между федеральным законодательством и местным законодательством, то есть и как юристы, да, можно здесь придраться ко многим нормативным актам, но фактически мы должны в первую очередь видеть результат данных мер для граждан и для предпринимателей, для бизнеса. Коллеги, раз уж начали говорить о мерах поддержки, нужно напомнить нашим уважаемым зрителям и слушателям, что было разработано два пакета мер поддержки населения и бизнеса и крупных предприятий со стороны правительства. В один из этих пакетов вошла мера по поддержке малого и среднего бизнеса, который сохранил 90% рабочих мест на момент объявления об этой поддержке, по-моему, это на момент начала апреля. И в рамках этой помощи правительство планирует выделить помощь 900 тысячам предпринимателям, то есть малому и среднему бизнесу. И эта помощь будет выражаться в том, что каждый человек работающий получит 12 с лишним тысяч рублей как минимальный размер оплаты труда. Коллеги-экономисты, вам вопрос, считаете ли вы такую меру действенной, эффективной? И на ваш взгляд, можно ли рассчитывать представителям малого и среднего бизнеса на то, что меры поддержки, которые уже приняты, и налоговые, и фискальные, и так называемые кредитные каникулы будут расширены в рамках субсидий и в том числе дополнительных безвозмездных привыхвыплат? Ну, я опять же с вашего разрешения начну с макроэкономической части. Я думаю, что Андрей потом поддержит уже конкретными предложениями и решениями. На мой взгляд, безусловно, эта мера недостаточна. Конечно, хорошо, что она есть, был бы хуже, если бы ее не было, но, а, эти 12,5 тысяч – это не те деньги, про которые вообще стоит говорить с точки зрения мер поддержки. Во-вторых, это касается, по-моему, не малого и среднего, а малого и микробизнеса. Но вот Андрей это точно нам подскажет. То есть, грубо говоря, огромное число именно средних предприятий не попадает под эту категорию. Могу ошибаться, дай бог, чтобы я ошибался. Но даже если это и так, все равно это только начало пути. То есть, эту меру нужно усиливать. Вообще, я считаю, что оценивать, пострадало предприятие или не пострадало, с точки зрения глобальности и тотальности этого кризиса, оно, на мой взгляд, несколько неуместно. Все пострадали. И нужно поддерживать все формы предпринимательства, всех предпринимателей, весь бизнес нужно поддерживать. По каким конкретно параметрам – это второй вопрос. Но вообще политически наша страна должна об этом заявить, что мы поддерживаем всех, потому что все пострадали. Кто не пострадал? То есть, кто выиграл от этого кризиса? Ну, очевидно, что никто. И, например, это одна с... Как быть самозанятыми? То есть, у них сейчас доходы приближаются к нулю. И как быть с теми, кто не нанимает сотрудников, индивидуальных предпринимателей? То есть, много-много вещей. И как быть с теми, кто работает в учреждениях? Потому что есть пострадавшие, в том числе государственных учреждений. То есть, много-много вещей, которые нужно оттачивать. И хорошо, что эта мера появилась, но это только, на мой взгляд, начало. Нужно воспринимать ее как первый шаг. Впереди еще большой путь. А я вот со своей стороны адресуясь к Андрею Черникову. Хотел бы конкретизировать вопрос Никиты. Да, и просил бы обратить внимание на комментарии Игоря Бичана из Саратова. Вопрос вот какой. У меня ставится впечатление, что со стороны государства... Ну, или давайте конкретизируем. Со стороны, как бы, верховной власти. Есть желание и стремление оказать помощь таки всем. И бизнесу, и госпредприятиям, и учреждениям, и даже гражданам. А вот инструментария для того, чтобы реализовать эти устремления в верховной власти, нет. Они фактически создаются с нуля и с колес. И второе, вот конкретизировано, тут я тоже, как бы, к Андрею сейчас Черникову обращаюсь. Мы же находимся сейчас в состоянии, когда... То есть, состоянии неопределенного будущего. Вот сейчас, уже на текущий момент, на сегодняшний день, огромное количество предприятий микро, малого и среднего бизнеса уже пострадали, уже понесли убытки для кого-то, невосполнимые уже убытки. И если предположить, что, скажем, все карантинные мероприятия, например, закончатся в мае, то ведь после этого мы на какое-то неопределенное количество времени погрузимся в состояние судебных тяж. Потому что те представители бизнеса, и таж, да некоторые пострадали, кто сможет сейчас подтвердить, как бы, себя как потерпевшего, они потом на годы погрузятся в судебные тяжбы с государством, чтобы государство отдало им то, что пообещало вот в период карантина, как бы. Я правильно понимаю это? Здесь, Александр, здесь даже больше не то, что государство пообещало, а здесь, в общем, у нас есть основополагающий момент следующий, то, что указом президента у нас от 2 марта ряд направлений, отраслей, им запрещено работать, но при условии, что не разрешено в конкретном регионе. Далее в этих регионах также уже на уровне субъекта федерации принимается решение разрешать тому или иному бизнес работать или нет. То есть под полным запретом общепит, гостиничный бизнес, ну и еще ряд отраслей. Массовые мероприятия, ну, фактически с учетом режима самоизоляции, ну, так как люди должны находиться дома, то не работает практически все. Вот, кроме крупных предприятий, энергетиков, банки, интернет-компании, да, то есть это как бы, ну, если смотреть, применять там какой-то закон сохранения энергии, да, то куда-то все равно что-то перетекает, да, то есть у нас банки все равно работают, и даже, обращу внимание, при предоставлении отсрочки процент все равно начисляется. То есть человек не работает, предприятие не работает, банк все равно зарабатывает, то есть проценты на это идут, даже на период отсрочки. Вот, значит, то есть, ну, нормативным актом запрещено работать. Начать работать, нужно получить разрешение. И опять-таки, чтобы работать, нужно, чтобы люди могли приходить, там, в магазины еще куда-то, да, вот, например, там, Новолипецкий металлургический комбинат работает, вот, ряд подрядчиков... Ну, это режим беспрерывного производства. Да-да-да, конечно, да, там, где режим, да, непрерывного производства. Вот, а что касается остального бизнеса, то практически единственная мера, которую государство сейчас дало, то есть это, ну, я полагаю, это подавляющее большинство предпринимателей, да, и связанных с ними также их сотрудников, граждан, потому что все одно за другим, это то, что снизили ставку страховых взносов, то есть заработные платы свыше 12 130 рублей с МРОТа 15%, раньше 30,02, сейчас 15, до 12 тысяч также 30%. То есть мы понимаем, что если предприятие берет, например, там, зарплатный кредит, который банк дает на 6 месяцев без процентов, или государство ему выделяет на сотрудника 12 тысяч рублей, причем я замечу, что эти меры распространяются только на тех, кто попал в особо пострадавшие отрасли. Я вот к этому вопросу еще вернусь, про особо пострадавшие. Что происходит с предпринимателем, который хочет выплатить заработную плату? То есть он должен с этих 12 130 рублей заплатить налог 13% НДФЛ и плюс еще заплатить 30% страховых взносов. То есть ему сверху нужно заплатить еще дополнительно эти деньги, чтобы заплатить. Вот, поэтому я как бы соглашусь с коллегой, то, что эти меры, конечно же, недостаточны и абсолютно. То есть вот мы видим даже вопросы в чате о том, что в реальности, да, то есть как вот, если вот взять знакомых, да, кому помогло, кому дошла помощь, реально, да, это сложно найти, то есть тех людей, предпринимателей. Я повторюсь, нам на горячую люди много обращаются, много обращений поступает. Мы проводили вебинар для предпринимателей, вот, и мы видим, что реальные меры не доходят. А те меры, которые предусмотрены, они предусмотрены для, значит, компаний, которые указаны в списке особо пострадавших отраслей. Это авиаперевозки, туристические отрасли, гостейский бизнес и еще ряд отраслей. Сейчас вот включили туда стоматологический бизнес и продовольственные товары, то есть, ну, и туда входят тоже. Но там есть основной, почему люди им не могут пользоваться, потому что здесь у нас выстроен механизм отсева. Что это значит? Что, к примеру, там по гостиничному бизнесу стоит аквет, который в списке указан правительством, там, например, 55, вот. А под гостиничный бизнес есть несколько акведов. И, согласно разъяснениям ФНС, то есть, указано, что компания относится к особо пострадавшим только в том случае, если он у нее основной. То есть, ранее, значит, на практике, в судебной практике мне попадался позит, что ФНС сама говорила, что аквет – это необязательный, как бы, инструмент, он ни к чему не обязывает. То есть, можно указать один аквет и указать, например, там, что можно работать в любых незапрещенных видах деятельности. Даже лицензионный вид деятельности указываешь, все равно можешь работать, но нужно для этого лицензию получить. Вот, сейчас государство у нас использует такой инструмент, как основной вид деятельности. И у многих тех же туристических компаний он может не совпадать с тем видом, который указан в постановлении правительства. То есть, не учитывается на текущий момент, по каким платежам, какие платежи проходили через компанию, да, то есть, ну, что она действительно занималась этой деятельностью. И поэтому отсечена большая часть малого и среднего предпринимательства. И все меры, которые у нас приняты на текущий момент, то есть, их достаточно, то есть, есть обязательства банков, обязательства именно. То есть, мы сейчас говорим, то есть, разделим те, которые не в списке, да, для них только мера по снижению страховых взносов. Те, которые в списке, ну, опять-таки, там есть фильтр очень жесткий, то есть, можно, каждый может своей компанией найти, ввести ННМ на сайте налоговую, там есть такой сервис, и посмотреть, списки или не списки. Вот, те, которые в списке, у тех, соответственно, есть следующие меры. Значит, первое, обязательство банков предоставлять отсрочку на 6 месяцев, это обязательство. Второе, это отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС. Третье, отсрочка по сдаче отчетности. Также частично отсрочка по сдаче отчетности распространяется на остальные сферы. Вот, но у бизнеса сейчас как висели проблемы, так они и висят. То есть, мы разберем их по пунктам. Первое, налоги, платить нужно, никого не освободили, все платят. То есть, например, сейчас первый квартал, авансовые платежи по налогу на имущество, НДС, налог на прибыль, упрощенный налог. Все это висит бременем на предпринимателях. Первое. Второе, заработная плата. То есть, у кого, у большей части бизнеса, то есть, ну, которые вот к нам обращались, с которым мы беседовали, у них нет никакого запаса на заработную плату. У них формировался фонд заработной платы из текущей деятельности. Указом президента нормативно-активных субъектов им запрещено работать. Соответственно, у них нет поступлений и нет денег на заработную плату. Вот. Поэтому возникает вопрос, да, им что делать. То есть, у них нет никаких мер. То есть, им неоткуда брать финансов. И, в общем-то, льготный кредит, он также предусмотрен только для отраслей, которые особо пострадали. И, кроме того, также висят на предпринимателях кредиты, лизинговые платежи, арендные платежи. То есть, ну, огромное количество затрат, которые, в общем-то, нужно нести. То есть, арендодатели начинают подавать в суды, расторгать договоры за неуплату. Вот. Сотрудники тоже требуют зарплату, да, и могут обращаться там в прокуратуру еще. У нас при невыплате заработной платы более трех месяцев уголовная ответственность наступает. Вот. Поэтому, ну, предпринимателям тяжело, и, в общем-то, мер сейчас эффективных, которые доходят именно до, так скажем, до земли, да, мы их не видим, не наблюдаем. То есть, они озвучены, но, кажется, здесь как раз большой задел для того, чтобы как раз вот проявлять инициативу и расширять этот перечень. Проработать этот фильтр, да, который установлен на текущий момент, который не позволяет в полной мере воспользоваться теми мерами. То есть, если ими можно было воспользоваться, это бы, конечно, дало бы большое подспорье. И, конечно же, чем давать деньги, да, проще их не забирать, да, чтобы не тратить средства на администрированные платежи. Вот, Андрей, спасибо большое. Да, я как раз хотел спросить по поводу снижения фискальной нагрузки. На ваш взгляд, на взгляд позиции партии за правду, какие налоги в данном случае можно снизить и какие вообще отменить? Потому что об этом говорят многие экономисты. Хотелось бы услышать позицию партии в этом смысле. Как снизить фискальную нагрузку, не переносить ее на полгода, на год, эти самые выплаты? А какие, на ваш взгляд, меры уже можно было бы предпринять сейчас правительству, для того, чтобы то самое налоговое бремя на представителей малого и среднего бизнеса было бы не таким тяжелым? Ну вот, смотрите, я с возвращения опять же начну. Андрей, когда упомянул про НДС, про который вообще, как бы даже никто и там не то, что не думал, и не планирует с ним еще делать, я обращаю внимание, что вот наши проблемы экономические начались в марте, да, это конец квартала первого, да, и предприятия вынуждены в апреле платить НДС за январь и февраль, ну, естественно, и за март, да, когда еще была выручка, да, когда еще было с чего платить НДС, и получается вот сейчас самое сложное время, вот этот апрель, да, мертвый, да, напрочь, они должны раскошелиться, вместо того, чтобы эти деньги направить на, ну, там, на собственное выживание, на поддержание своих, на фонд оплаты труда, в конце концов. Ну, конечно, правильно было сказано Андреем, что лизинговые платежи никто не отменял, арендные платежи никто не отменял, да, то есть вот, как бы, давайте, ну, сделаем исключение, давайте вот два, этот самый, полгода не будем платить НДС, но умрем мы от этого, наверное, не умрем, вот, можно было сейчас вот, конечно, дать возможность вот этот же деньги, которые были в январе-феврале накоплены, направить на ту самую поддержку бизнеса, вот, ну, почему мы это не делаем, я не понимаю, я имею в виду, мы как национальное сообщество, как государство. Андрей, что думаете? Я напомню, немного статистики, те самые, тот самый налог НДС, конечно, регионов, он составляет не большую часть бюджета, от 3 до 5%, соответственно, как федеральные, так и местные бюджеты не сильно бы почувствовали тот самый урон, если бы это налоговое бремя было бы на какой-то период поставлено на балл. На самом деле, есть в этом, на самом деле, некоторый цинизм, извините, перебивальники, НДС самый собираемый налог, да, потому что, ну, понятно, что вот происходит транзакция, ты с нее списываешь просто процент, да, то есть вот, собственно, как бы все администрирование, да, и поэтому государство за этот НДС держится зубами, да, но я говорю, это цинизм, да, то есть, грубо говоря, вот сейчас, по сути дела, мы обворовываем, собственно, свою экономику, собственные предприятия тем, что заставляем платить в апреле, к абсолютно мертвому, с точки зрения выручки месяца, НДС и первый квартал. Извините за патетику. Андрей. Да, Андрей. Вообще, с этим трудно не согласиться, потому что это, по крайней мере, это не похоже на управление экономики в кризисной ситуации. Ну, конечно, меня вообще поражает, что, как бы, день за днем следишь за новостями, периодически случаются новости от различных министерств, правительств, и сказали запрещение, что они вообще не в курсе, что у нас кризис, что у нас эпидемия, они ведут себя так, как год назад. Вот мы должны получить сегодня деньги, давайте мы сегодня деньги получим. Когда уже те, с кого их надо получить, находятся в состоянии, не буду... Прединфарктном. Да, скажем так, а то уже и пост рефарктном. Вот, и при этом государственная машина, вот, большая ее часть, и причем это именно финансово-экономический блок, они ведут себя так, как будто бы ничего не происходит. Например, да, никто же не пытается ограничить финансовых спекулянтов на финансовом рынке. Нет. Более того, были даже попытки офшорной компании внести в список стратегических компаний, которым надо помогать. То есть такое впечатление, что для многих чиновников, поставленных, причем это уровень там министров, заместителей, они живут как будто в своем мире. Ну, они год назад так жили, но это не так бросалось в глаза. Сейчас это точно бросается в глаза, даже по их заявлению. Спасибо большое, Александр, за напоминание. Одна из самых свежих новостей, наявляемых, когда Центральный банк обратился к Министерству экономического развития с просьбой ограничить коммуникационную активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который помимо предложений о увеличении денежной массы, то есть включения национального печатного станка, в том числе для целевых субсидий, для кредитов, для ипотек, просил и неоднократно с этим выступал в средствах массовой информации, о том, что было бы целесообразно ввести тот самый налог на финансовых спекулянтов, которые зарабатывают из-за волатильности национальной валюты. Вот, коллеги, как вы относитесь к идеям Сергея Юрьевича Глазьева, к увеличению денежной массы, включению, собственно, печатного станка, под конкретные целевые задачи в условиях как раз существующего экономического кризиса? Я, с вашего позволения, опять же, коротко отвечу. Во-первых, не Центробанк, тем более не Минэкономеразвитию, указывать Академику Глазьеву, как себя вести. Ну, то есть пусть они по зеркалу посмотрят, и решат после этого, кто они и кто Академик Глазьев. Ну, то есть вот с точки зрения вклада и в экономическую науку, и в экономическую практику, вот просто пусть, что называется, заткнутся, да, и пускай каждый занимается своим делом. О себе сначала задумайтесь о том, как вы работаете, а потом уже будете давать совет другим. Это первое. Второе. Я немножко поправлюсь. Игорь Юрьевич предлагал ввести налог на обмен валюты. На мой взгляд, эта мера ударит как раз по среднему классу, потому что валюта периодически нужна людям для путешествий, дабы, когда коронавирус закончится, и валюта потребуется. Но водить налоги для тех, кто наживается на девальвации, на измене курса национальной валюты, конечно, нужно и необходимо, да. И на самом деле этим-то грешат не только вот эти самые страшные финансовые спекулянты, которые сидят где-то на бирже. Этим грешат и крупные экспортеры, которые получают выручку в валюту и ждут, когда рубль девальвируется, понимаете? То есть вот это совершенно недопустимо. Что касается эмиссии, то... Тут еще и банки у нас. Безусловно. С этим народом вообще все понятно давно. Что касается эмиссии, я бы сейчас не хотел в эту тему уходить. Мы отдельно, я думаю, посвятим этому целый дискуссионный клуб и поговорим на эту тему крайне предметно и крайне, скажем так, содержательно. Поэтому я бы сейчас предложил вернуться в обсуждение мер поддержки. С вашего разрешения, коллеги. Так, а я в свою очередь, во-первых, у партии «За правду» есть предложения как раз в этой визе, они были опубликованы. Поэтому я думаю, что вот действительно в отдельном разговоре Николай, как говорил один наш недавний лидер, углубил и расширил. Утело. Но я бы, честно говоря, немножко обмотал пленку и по поводу заявлений Центробанка и госпожи Биулиной и вот Николай предложил зеркало посмотреть. Но на самом деле ведь проблема в том, что Сергей Глазьев как раз им зеркало и поставил. Проблема-то в том, что Центробанк в выступлении Глазьева увидел самого себя. А главная проблема в том, что и остальные тоже увидели Центробанк немного в другом свете, потому что из-за высказываний Глазьева за последнее время, а также других экономистов с альтернативной позицией и Хазин, и Делягин, и Катасонов, и другие. Ведь Центробанк, ну, с него сняли, выяснилось, что король голый, потому что Центробанк сам является участником этих финансовых спекуляций. Это точно. Ведь вопрос, который неоднократно ставился у нас по Конституции, Центробанк отвечает за стабильность национальной валюты, и при этом по этому параметру наша страна занимает последнее место в мире. вопрос, соответствует руководству Центробанка своим занимаемым должным? Потому что по Конституции у него есть обязанность, которую он не выполняет от слова «вообще». И просто в ступенье Глазьев других альтернативных, я бы сказал так, это люди, которые занимаются политэкономией, а не экономикс американской наукой. Вот эти люди, когда ставят свои вопросы, Центробанк оказывается в ситуации, мягко говоря, неудобной, потому что понятно, что это одна компания, я не знаю, я напомнил про банки. То есть Центробанк, не государственная структура, крупнейшие банки, финансовые спекулянты на рынке, то есть включили на бирже, они все вместе решают свои задачи, а задача у них одна – это прибыль. Они зарабатывают на том кризисе, от которого, как мы сейчас читаем в нашем чате, и, собственно, предмет нашего разговора, когда представители не только малого и микро, а и среднего, да и крупного бизнеса в ближайшее время, если эта история с коронавирусом не будет остановлена, у нас уже и крупный бизнес валиться начнет. Вот, если на этой истории конкретные персонажи учреждения и компании наживаются, это, если говорить простым языком, реальность, и эту реальность показал Владимир. И после этого Центробанк, спасибо тем людям, которые слили это письмо, оно же было реально просто слито, то есть Центробанк ведет себя, как в худшие годы правления Никиты Сергеевича Хрущева. То есть он предлагает просто заткнуть рот академику, чтобы он не высказывал критические замечания, причем в рамках своей компетенции. Вообще-то Глазев экономист, причем он занимает, в том числе и макроэкономикой. То есть это его компетенция, он в рамках этой компетенции академиком стал, Академия наук Российской Федерации. И они предлагают просто заткнуть ему рот. И боятся они, я абсолютно уверен, одно единственное, они не боятся нас с вами. Они живут в башне Ислановой Кости, они защищены от нас с вами лучше, чем космические спутники от диких животных вокруг Байконура. Они боятся, что эта альтернативная точка зрения дойдет до того единственного человека, которого можно просто сместить. Этого они боятся. Коллеги, возвращаясь к мерам поддержки, одна из тезисов, это введение безусловного базового дохода для граждан Российской Федерации. Как вы считаете, в нынешних условиях приближает ли финансово-экономическая ситуация в стране те самые меры, благодаря которым каждый гражданин в нашей стране не адресно, а в целом смог бы рассчитывать на прямую выплату со стороны государства? Напомню, у нас есть финансовые запасы, есть фонд национального благосостояния 12 триллионов рублей. На самом деле этих средств значительно больше. Как вы считаете, в какой момент необходимо будет начинать распечатывать ту самую кубышку? И после поддержки системообразующих предприятий недостаточных мер поддержки малому и среднему бизнесу обычный простой гражданин, который является самозанятым, либо является ИП, может рассчитывать на прямую выплату со стороны государства и в каком, естественно, размере. Очень интересно узнать позицию. Опять же, мы отдельно об этом поговорим. У нас, потому что разрабатывается программа, работает идеологический комитет во главе Александра Юрьевича Музаковым. Поэтому мы отдельно об этом поговорим. Я скажу лишь там несколько мыслей. Во-первых, а, идея базового, безусловно, дохода России назрела и перезрела. То есть мы, может быть, одна из немногих крупных экономик, которая об этом еще не задумалась. Ну, я китайскую не беру, там особые условия. То есть нужно к этому подходить. И это не раздача денег. На самом деле это стимулирование спроса. Базовый, безусловный доход не может быть большим. Из него нельзя сделать накопление. Это все деньги уйдут на потребление. А раз уйдут на потребление, они автоматически инвестируются в экономику и частично возвращаются государству через косвенные налоги, через тот же любимый государством НДС. Поэтому я считаю, что вводить нужно прямо сейчас. Прямо сейчас и, грубо говоря, с 1 мая. Пойдет ли на это наше государство? Вопрос открытый. Но я считаю, что этот вопрос уже перезрел. И так вот я некоторый элемент циничного прогнозирования внесу. Боюсь, что в условиях кризиса наш финансо-экономический блок, правительство, не способен на такие радикальные меры. Поэтому, с одной стороны, базовый, безусловный, доход необходим, но вероятность его введения нынешними бухгалтерами, которые сидят в правительстве, на мой взгляд, крайне мала. Что касается объема, то, конечно, нужно плясать от прожиточного минимума. Плюс-минус прожиточного минимума, это нормальная история про базовый, безусловный доход. Конечно, мы не сразу выйдем на это показать. Нужно с чего-то начинать. Ну, там, хотя бы банально по 2-3 тысячи в месяц с каждым гражданином, это уже деньги, поскольку это позволит моей семье из 3-4 человек закрывать коммунальные платежи. Это уже подскорье неслабое. Но, конечно, нужно стремиться к прожиточному минимуму. Я могу еще добавить по этому вопросу. На текущий момент у нас уже ряд мер есть. В разной степени успешно реализуются доходы до людей. Но, опять-таки, как я говорил про списки особо пострадавших, стоят фильтры. То есть у нас предусмотрены выплаты для детей до 3-х лет семьям, которые имеют право на материнский капитал. Да, и здесь тоже это фильтры, то есть и материнский капитал, значит, должно быть двое детей, либо ребенок родился там в 2020 году. И ограничения по, соответственно, по возрасту ребенка до 3-х лет. То есть это сумма, которая будет выплачиваться напрямую, 15 тысяч рублей через пенсионный фонд. Это раз. Второе, значит, предусмотрено для тех, кто потерял работу, значит, при постановке, после 1 марта при постановке центра занятости, так что в течение 3-х месяцев выплата в размере 12 130, то есть в размере МРО, но, опять-таки, по регионам те же центры занятости с этим тормозят. И, в общем-то, здесь есть нестыковка с федеральным законодательством, и в большей степени они означают выплаты в размере полутора тысяч рублей. Значит, из положительного, отмечу, значит, действия некоторых регионов, например, в Москве установлена сумма выплаты в размере 19 500. В Липецкой области предусмотрена специальная программа для индивидуальных предпринимателей, у которых есть дети, то есть те, у которых запрещено работать либо в списке особо пострадавших, там также предусмотрены выплаты в пределах МРОД. Ну, также и по другим регионам есть свои программы, каждый регион, то есть мы видим сейчас, что регионам дали, в общем-то, определенную свободу, вот, в том, чтобы те или иные программы назначать. Вот, но понятно, что регионы многие ограничены в финансах, и здесь мы опять-таки видим проблему в фильтре, то есть механизм есть, выплаты можно делать, вот, у нас есть тоже пенсионный фонд, ФСС, много различных фондов, которые могут делать выплаты и администрировать это, да, но мы видим большое количество фильтров и остаются все равно те люди, которые не могут это получить, вот, либо есть совокупность, то есть можно разбирать множество кейсов, к нам вот обращаются многие люди, когда там у них трое детей, да, у них не положены выплаты в связи с формальными обстоятельствами, то есть это количество такое, что они ничего не могут получить, вот. И здесь, конечно же, да, должен быть общий подход, потому что, ну, не пострадавших нет, вот, и здесь, конечно, нужно уже с точки зрения государства эти фильтры все-таки убирать, чтобы не получать обратно какие-то социально негативные последствия. Коллеги, как вы относитесь к мере о заморозке плат за ЖКХ, либо вообще их отмены на период самоизоляции и ограничений? Считаете ли вы эти меры эффективными? Можно ли таким образом облегчить ситуацию людям, которые в силу режима самоизоляции вынуждены оставаться дома, но эти самые платежи за ЖКХ, как мы знаем, не будут начисляться дополнительные пении и штрафы, но, тем не менее, сами платежи не отменены? Что вы на этом поводу думаете? Ну, Никита, мы не будем забывать, что плата за ЖКХ – это же не плата за квартиру в Советском Союзе, да, когда был единый, скажем так, государственный счет, да, то есть сейчас оплата ЖКХ – это оплата коммерческим организациям, да, то есть к вполне понятным коммерческим организациям, разным коммерческим организациям, некоторые из них, конечно, государственные, но они все коммерческие организации – это либо казенные, даже не казенные, а унитарные предприятия, либо акционерные общества и так далее, либо учреждения даже, поэтому заморозка этих платежей автоматически приводит к кроту этим предприятиям, то есть вот это как бы мера, давайте, типа, вот мы не будем платить, а дальше что? То есть как бы завтра мы обрушиваем весь рынок ЖКХ, у нас, не секундочку, несколько десятков миллиардов рублей по стране, да, этот рынок, да, размером, поэтому мы здесь автоматически попадаем в историю, что эти предприятия становятся просителями государственной помощи, поэтому, как бы, ну, это можно сделать с популистских точек зрения, но и предлагать это, конечно, без ответственности, поэтому решение должно быть другое, то есть просто нужно дать людям деньги, чтобы они платили эти услуги ЖКХ. Весь разговор, вот и вся практика. И предприятия сохраним, и рынок не обрушим, и коммунальные платежи будут обеспечены. А как временная мера, вот, Николай, это вопрос к тебе, как временная мера, ведь эти все коммерческие и не очень предприятия, которые собирают платежи, они же знают, сколько им должны заплатить. Почему, например, в разгар эпидемии, скажем, за апрель или за май месяц, государство не может заплатить вместо граждан? Там же понятно, сколько. Нет, наверное, может. Наверное, может. Люди останутся у граждан, а эти предприятия не обманут. Да, наверное, может, но просто, мне кажется, это такая история более сложная и более коррупционно-емкая. Ну, коррупционно-емкая, на сожалению, все. Мне кажется, она более простая, чем передать людям, чтобы люди заплатили, а люди могут не заплатить, а могут заплатить. А так просто, собственно, одна транзакция. Возможно, например, закрыть апрель и май, например, потому что в апреле не было заработка, да, или там апрель, а сейчас платежи, кстати, не за апрель, а платежи за март. Получается, вот закрыть весну, да, государство, апрель, май, господи, март, апрель, май, было бы, наверное, правильно, да. Это неизвечаяная мера, но, по крайней мере, это неизвечаяная. То есть, это оставит деньги, да, 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 возможно, возможно. Это, кстати, не обменяет историю про базовый условный доход. Да, и какой должен работать. Конечно. Я хотел бы еще добавить, да, вот тут тоже в чате вот вижу упоминание о том, что чем меньше посредников при платежах, тем эффективнее. То есть, у нас, то есть, эта идея, она, как бы, да, достаточно интересна тем, что все показания, все это можно собрать, в общем-то, понятны все платежи, вот, государство может частично выделить средства, значит, напрямую, да, значит, по ЖКХ, первое. А второе, также сделать в части, часть средствами, а часть налогами. То есть, предприятия ЖКХ также должны государству. То есть, и здесь получится, как бы, не прогонять деньги. То есть, будет максимально эффективно использоваться без задействования там огромного количества административного аппарата банков, посредников, управляющих компаний. То есть, исключается огромное количество комиссий, вот, и различных опосредованных налогов. Вот, то есть, такие вот прямые меры, вот на этом примере, они, конечно же, были бы сейчас более эффективны, вот, и, как бы, могли бы быть перспективными их рассмотрениями. Коллеги, возвращаясь к вопросу о распечатывании Кубышки, именно средств из Фонда национального благосостояния, многие эксперты, экономисты говорят о том, что правительство не готово к этому решению, потому что ждет окончания пандемии, хочет провести полноценный аудит всех отраслей в экономике российской, которые оказались, ну, собственно, самыми главными пострадавшими. И в этих условиях непонятно, ситуация с пандемией является лишь небольшим по времени полугодичным кризисом, либо мы все вместе въезжаем в черный тоннель и, учитывая волатильность на внешних рынках, учитывая всеобщий финансово-экономический кризис, распечатывать Кубышку вот сейчас в моменте с точки зрения правительства недальновидно. Пожалуйста, ваша точка зрения. Ну, коллеги, я считаю, я уже эту точку зрения озвучивал, я считаю, что ждать ничего не надо, то есть мы уже находимся в таком кризисе, что нужно наши резервы распечатывать, то есть, ну, как бы мы их не распечатываем, будет хуже. вся точка зрения, что-то там ждать и там вот будет дальше там, вот мы не знаем и так далее, но ерунда всего. То есть, если сидеть и ничего не делать, конечно, будет плохо. Если сидеть и как-то бороться за свое существование, то, наверное, будет лучше. Поэтому... Александр, я прошу прощения, согласно подсчет всевозможных международных экспертов, при сохранении цены 15 долларов за баррель марки Юрлс, собственно, ту нефть, которую мы реализуем на наших внешних рынках, и учитывая те социальные обязательства, которые есть у нашей страны перед нашими гражданами, совокупных средств нашего бюджета и тех самых подушных безопасности в виде ФНБ хватит нам всего лишь на два года. О чем это говорит? О том, что если сейчас эти средства будут потрачены в моменте, то через два года нашу страну ждет жесточайший коллапс, кризис и не просто повторение 90-х, а может быть ситуация еще больше ухудшится. Вот я раскрыл собственно суть вопроса. Никит, эта программа говорит лишь о том, что коллеги из Deutsche Bank, который сейчас цитируешь, ничего не понимают. Да. Я не хочу сказать, что будет лучше. Просто не бывает никакого сохранения на уровне. То есть любой рынок развивается через изменения. То есть не бывает фиксации на каком-то показателе. 15 долларов. А почему 15 долларов? Почему там не 16? Почему не 25? Вот посмотрим, сегодня бренд почти 22. Я в данном случае не занимаюсь огульным оптимизмом. Я говорю лишь о том, что не надо исходить из того и с прежнего знания. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация близко, не представляя. Говорить, что будет хуже, можно говорить, будет хуже, потом станет лучше, скажешь, ну слушайте, хорошо, что мы тогда не потратили деньги, вот какие мы молодцы. Это игра в ложный популизм и ложный патриотизм. Если у нас есть возможность сейчас не обрушить экономику, давайте ее не будем обрушивать. Если за это время цена на нефть не вырастет, останется на прежнем уровне или опустится до 15 долларов и ниже, так мы за это время, когда будем развивать свою экономику, вкладывать деньги в ее развитие, мы, может быть, преодолеем вот эту зависимость от доллара и от цены на нефть. Вот эти разговоры про то, что при сохранении цены какой-то, при сохранении курса, нам, хоть, хватит денег, это фиксация привязки России к международному либеральному заговору. Нам нужно от этого заговора отвязаться, нам нужно взять себя в руки и начать тратить резервы на собственное развитие, только и всего. Коллеги, возвращаясь как раз к Николая по поводу того, что необходимо принимать срочные меры, например, поддержка строительного сектора и, на мой взгляд, в условиях нормальной жизни, обычной жизни людей до пандемии коронавируса, снижение процентов ставки по ипотеке до 6,5%, шаг достаточно смелый, если сказать прорывной. Как вы считаете, коллеги, является ли он действительно действенным, поможет ли он сохранить тот самый ипотечный рынок кредитования, либо это всего лишь плацебо, потому что правительство понимает, что никто ипотеку в нынешней ситуации, увеличение трудовой резервной арбии, огромного количества безработных брать не будет. Интересно услышать ваше мнение. В условиях кризиса и ситуации, когда мы никогда не сталкивались с этой проблемой, ипотечные ипотечные проценты, платежи, вот именно проценты, нужно отнулить, это государство в состоянии взять на себя. Давайте, пусть у нас ипотека будет на нуле, у всех, вот у кого сейчас есть кредиты, кто хочет брать кредиты, у всех нужно быть на нуле, а все проценты, которые начисляются банком, пусть государство возьмет на себя, не такие уж это грандиозные деньги, вот и все. Понятно, что нужно производить там платежи необходимые для сокращения тела кредита, то есть я должен делать гражданин, но наживаться, наживаться на этом, банки не имеют права, просто морального права, вот, если государство взяло бы на себя содержание процентов, оно было бы молодцом, иначе дело, что банки все равно бы наживались, только за счет государства, а не за счет гражданин. Нет, банк тоже должен работать, то есть, ну, как бы, он же тоже не виноват в том, что произошел кризис, там, у них тоже есть сотрудники, там, Сбербанк работает огромное число людей, они же тоже люди, да, и, то есть мы же не можем оказать банков, у нас не будет банков, да, то есть они нам нужны, да, это необходимая часть современной жизни, даже не экономики, а жизни, поэтому, конечно, если, их нельзя обрушивать, да, но, еще раз повторяю, они не должны наживаться на кризисе, вот, пусть зарабатывают свои нормальные проценты, вот, может быть, даже меньшие проценты, чем обычно, в любом случае зарабатывают, но не перекладывают это время на граждан. Да, здесь я вот хотел добавить как раз про банки, то, что в текущем режиме у нас предусмотрены кредитные отсрочки по кредитам, да, кредитные каникулы, так называемые, но я участвовал в совещании с представителем Центробанка, и Центробанк, то есть ведет себя достаточно интересно, то есть ситуация, когда банк закрывает тельные, то это Центробанк закрывает тельные банки за нарушение там 115-го ФЗ, да, федеральный закон о легализации, то он действует, в общем-то, как такой административный орган, серьезный. А в данном случае, когда необходимо предоставить кредитные каникулы гражданам или бизнесу, банк выпускает рекомендации, то есть он говорит, что мы можем только рекомендовать банкам, да, о том, как предоставлять. В итоге получился негативный эффект, когда президент озвучил эту меру как поддержку, а в итоге банки либо отказывали гражданам, либо превращали это, то есть опять-таки устраивали такие формальные проблемы, что люди не смогли этим воспользоваться. Кроме того, существенно ограничили размер ипотеки, то есть установили размер кредита, и таким образом опять-таки установили фильтр, из-за которого отсеяли большое количество граждан, чтобы они не смогли этим воспользоваться. И обращу внимание, что законом установлено, что на период отсрочки банк все равно зарабатывает проценты, то есть они увеличивают по той же ипотеке, срок ипотеки увеличивается и вот эти проценты, которые идут на время каникул, они увеличивают сумму кредита, то есть банк все равно зарабатывает. Здесь полностью с коллегами согласен в том, что во-первых нужно учитывать, что банки все отчитались за прошлые годы, можно посмотреть о рекордных доходах, это раз. И второе, с учетом в том числе и этого, и заработков на валютных операциях, вполне возможно банкам на протяжении какого-то периода времени работать без прибыли, потому что человек, иначе гражданин попадает в ситуацию, когда он всем должен, за ЖКХ, за кредит, за все. Но здесь от государства должно быть уже волевое решение, должны быть не рекомендации от Центробанка, а должны быть приняты решения на уровне федерального законодательства, и тогда это уже будет делать данную меру действенной. Что касается ипотеки под 6,5, да, она была бы интересна в прошлом году, например, ввели ту же ипотеку, сельскую ипотеку под 3%, да, и фактически многие банки уже под 8% давали ипотеку, то есть это не такая уже эффективная сегодняшний момент мера, то есть сегодня будет эффективно практически под ноль что была ипотека, то есть тогда можно будет как-то сохранять строительный образ. Коллеги, следующий вопрос, опираясь на международный опыт прямой финансовой поддержки населения в Германии, в Японии, в Соединенных Штатах Америки, как вы считаете, почему я сейчас непосредственно перечислил те страны, которые никак нельзя назвать государством социалистическим устройством, но даже в этих странах мы видим, эти меры применяются. Как вы считаете, почему мы видим неприятие подобного рода мер, резкое неприятие со стороны Набиулина и со стороны Германа Грефа, которые называют подобного рода меры так называемой вертолетной раздачей денег, которая, напомню, применялась в Соединенных Штатах Америки в период после финансово-экономического кризиса, и почему на ваш взгляд подобного рода инициативы, которые постоянно озвучиваются из средств массовой информации и со стороны общественности, и со стороны политических сил не доходят до президента, либо доходят, но все-таки не реализуются. Интересно услышать ваше мнение. Друзья мои, опять же, с вашего возвращения начну. На самом деле, они доходят до президента, эти поправки в Конституцию, которые инициировал президент в начале года, как раз, собственно, ровно направлены на то, чтобы правительство, Центробанк и органы государственной власти несли ответственность перед парламентом, перед избирателем, перед гражданами. Те страны, которые применяют прямую поддержку населения, прямую поддержку бизнеса, это страны, которые, чья элита, так называемая, политическая, напрямую зависит, их работа, их зависит от поведения граждан на выборы. Будет этим лидером, этим партиям оказана поддержка на очередных выборах, зависит от того, помогают они людям или не помогают. У нас ни на Геулина, ни, естественно, Греф, ни, естественно, финансо-экономический блок вообще никакого отношения к ответственности перед народом не имеют. И, слава Богу, голосование по Конституции состоится, даты пока нет, и, тем не менее, оно однозначно будет, поскольку это предусмотрит федеральный закон. И после того, как будет сформирован новый состав Государственной Думы, заработает правительство, которое отвечает перед национальным парламентом, я думаю, что число ответственных политиков и финансо-экономическом блоке проекта, и в Центробанке увеличится. Пока они не политики вообще ни разу, они бухгалтеры. Вот у них есть бухгалтерский отчет, он сошел с кредитом, и слава Богу, к реальной жизни это никакого отношения. Поэтому, пусть они доживают вот свой век и уходят из правительства куда-нибудь работать, не знаю, куда их возьмут на работу после этого, но чтобы чем быстрее, тем лучше, чтобы они исчезли. Извините еще раз за патетику и прямоту. Понятно. Коллеги, следующий вопрос непосредственно от наших зрителей, от наших слушателей, о будущем. Вот на ваш взгляд, сложно, конечно, гадать о том, что произойдет в ближайшие два, три, пять лет, но на ваш взгляд, с каким результатом наша страна подойдет к осени в контексте ситуации с безработицей, я напоминаю, что опять же, по прогнозам разных экспертов, это безработица, в том числе, скрытая безработица, может достигать 15, а то и 20 процентов. И очень интересно узнать ваше мнение в отношении трудовых мигрантов, которые находятся в нашей стране, сосредоточены в крупных городских агломерациях, которые потеряли вообще любые средства к существованию. Напомню, недавно Захар Прилепин на одном из федеральных каналов достаточно активно обсуждал эту тему. Хотелось бы услышать вашу точку зрения, что с ними предпринимается, потому что эта армия исчисляется в несколько миллионов человек. И как в условии естественного роста безработицы наше государство будет обращаться с этими людьми? И как вообще вы считаете, стоит с ними поступить? Ну, коллеги, во-первых, конкретизация вопроса не относится к нашему образу будущего. Будущего это, как мы видим в будущем нашу страну. А более конкретный вопрос это то, как мы будем поступать завтра, после завтра, через полгода. Вот это просто надо развести эти вещи. Да, да, конечно, да, конечно. Что нас ждет? И, естественно, конкретно, если там через полгода ситуация сильно усугубится, как предметно поступать с трудовыми мигрантами? Да, ну, собственно, я хотел предложить об образе будущего, который наш партий предлагает. Мы ведем постоянно разговор с нашими сторонниками и через сайты, и через вебинары там, по идеологии и прочее, туда это перенести. Вот, а сейчас оставаться в русской все-таки конкретно экономических вопросов. Вот, кстати, я, вот, раз уж Никита, ты упомянул Захара, я хочу сказать, что к тому, кто в дискуссии на федеральном канале у него было послесловие очень хорошее о том, что некоторые вбрасываются истории «давайте мы всех вывезем», и Захар удивился, справедливо удивился тому, сколько людей поддерживают «давайте вывезем», вообще не представляя себе, то есть даже ни на секунду не задумываясь о том, а как это сделать, где их найти, как их собрать, за чей счет вывозить, куда вывозить, кто их будет принимать при условии закрытых сообщений с этими странами и так далее. То есть это какой-то фантастический уже гротескный какой-то популизм, который прет сейчас на федеральных каналах. Вот на это Захар в послесловии к той дискуссии сделал арцент. Я с ним совершенно согласен. То есть это какой-то уже фантастический популизм. Давайте мы соберем эти миллионы людей и вывезем. Куда и как? А вот то, что делать, это действительно серьезная проблема, которая до сих пор, подчеркиваю, не упроявилась. Хотя некоторые горлопаны обещали у нас уже бунты нелегальных мигрантов в апреле месяцы. Вот апрель заканчивается, пока ничего не произошло. Поэтому я уверен, что во-первых, эта задача скорее сейчас не политики, а полиции. И проблема эта сформирована в нашей стране десятилетия назад. Они не вчера сюда приехали. Я имею в виду нелегальных мигрантов. В чем главная проблема с ними? Их нет. С точки зрения юридически государство наше их не видит. Им даже помочь нельзя, потому что их не видит государство. Они не существуют в правовой системе, они за ее границами. Это главная проблема. И даже посчитать нельзя на самом деле, потому что государство считает тех, кого оно видит, кто находится в правовом поле. То есть через паспорта, через различные документы, справки и прочее, которых видит государство. Нелегальных иммигрантов государство не видит. Это действительно серьезная проблема, но это проблема полиции, а не политики в данном случае. Политика должна решать задачи и проблемы тех людей, которые являются частью нашего государства, находятся внутри правового поля. Мы об этом говорим уже полтора часа. Это главная проблема политики. Я с вашего решения дополню, Александр. Действительно про образ будущего мы поговорим отдельно. Я буквально два слова скажу про экономику. Нам понятно, что в связи с этим месяцем уже больше месяцев будет простой и говорят про то, что на первую половину или на первую декаду мая тоже будет режим самоизоляции распространяться. То есть грубо говоря под два месяца простой экономики безусловно некоторые предприятия обанкротят. И конечно рост безработицы мы будем наблюдать. И тут единственный способ поддержки это прямая адресная поддержка людей. Мы об этом тоже говорим уже второй час. Надеюсь что там правительство нас услышит что нужна прямая адресная поддержка. Это касается всех кто работал. И собственно не будем забывать что они конечно никакие не миганты. Это граждане СССР. Это наши соотечественники. То есть об этом тоже не надо забывать. Понятно что наверное есть разный правой статус. У граждан России и Беларуси один правой статус. У граждан стран входящих в Евразийский экономический союз второй статус. У граждан не входящих в этот союз третий. Но еще раз не будем забывать что все наши соотечественники. приехали в нашу страну чтобы работать он тоже необходим. Это очень важно и для сохранения нашего будущего и для сохранения нашего настоящего нашей экономики и для нашего позиционирования по советским простонам. Коллеги резюмируя обсуждение мер поддержки партия выступает за обнуление ипотечной ставки до 0%. Действительно мера достаточно необычная но безусловно была бы эффективной. Это отмена выплат по ЖКХ на период самоизоляции. Это максимальное снижение фискальной нагрузки на малый и средний бизнес на предпринимателей. Это отмена НДС если я правильно понял. И это введение безусловно базового дохода которое например может начаться как процесс непосредственно с прямых выплат населению из нашего фонда национального благосостояния. В конце хотелось бы спросить коллеги есть ли у вас информация от членов партии от людей которые стоят в движении какие самые проблематичные регионы в настоящий момент в нашей стране в контексте социально-экономической ситуации и какие регионы на ваш взгляд являются теми на кого можно ориентироваться и брать пример. Так ну вот я бы хотел Андрея услышать в этой связи да здесь есть значит мы говорили о том что в текущей ситуации у нас идет своеобразное такое распределение по регулированию мер поддержки то есть изначально идут поддержки президента дальше обычно через указ идет указание отсылочная норма что условия определяет правительство и дальше еще от правительства еще так же идет отсылочная норма о том что в регионах устанавливают регионы да те или иные меры таким образом регионы действуют каждый так скажем по своим возможностям например регионы где малое количество населения да например Якутия там да еще что там у них больше простор у них меньше меньшее количество получателей поэтому больше простор что касается города Москвы конечно здесь здесь бюджеты огромные бюджеты вот во многих регионах в связи с тоже зависит от руководства и мы замечаем что стандартная подсудовое следующее то есть какие-то меры принимаются в городе Москва вот и потом через неделю через неделю регион в большей степени значит делает копию в своем уже у себя вот но конечно же зачастую это в меньшем размере то есть мы можем здесь отслеживать то есть это ну совершенно не сложно то есть смотрим меры которые принимаются в Москве и где-то через неделю примерно но в меньших размерах это то же самое происходит в регионах то есть насколько возникает ощущение да что Москва является таким так скажем экспериментальным значит центром который и оснащен и финансово и административно вот и затем уже регионам дается уже то есть это как пример для того чтобы они потому что даже нормативные акты фактически повторяют друг друга предложения в предложении то есть у нас сейчас политику мер поддержки определяет в большей степени ну реально да то что происходит доходит до регионов реально определяет город Москва поэтому это можно отслеживать и последний вопрос коллеги вопрос я прошу Никита прошу прощения вот когда перечислил предложение тема которую мы вообще сегодня не затрагивали но в некоторых странах она сыграла очень позитивную роль может быть стоило бы подумать и у нас о вопросах аренды коммерческой аренды вот и в целом у меня есть еще предложение добавить в этот пакет что на период мы вот как бы до конца и правильное определение не знаем это период самоизоляции это период эпидемии ну пусть скажем на период эпидемии и активной борьбы со стороны государства с последствиями я бы на этот период вдвое ужесточил наказание за коррупционные преступления просто тупо вдвое за что получали раньше 4 года сейчас даже будут получать 8 за что было 12 24 а за что пожизненно расстреливать потому что коррупционные действия в этот период они это не просто государственные преступления это античеловеческие это преступления против человечества я бы так сказал да здесь тоже поддержу Александра в том смысле что мы сейчас наблюдаем активную работу лоббистов да на примере включения список стратегических там букмекерской конторы да то есть это вызвало у всех вопрос вот как бы ну мы можем на это обратить внимание здесь как раз это идет вот предложение Александра и от нашего движения партии а второе получается то что мы видим каждую неделю и уже месяц вот о том что те то есть фактически сейчас лоббистом государства да у нас выступает вот если мы смотреть вот на текущую ситуацию фактически у нас один остался лоббист это ну президент да от него идет инициативу поддержки граждан все остальные инициативы идут от лоббистов тех или иных промышленных групп то есть они либо заявляются список пострадавших либо еще какие-то преференции получают опять-таки мы видим в качестве бенефициаров банковскую систему потому что банковскую систему в текущий момент накачивают деньгами вот и в общем-то да хотелось бы чтобы все-таки у народа у граждан Российской Федерации то есть уровень лоббизма их интересов он был бы максимально эффективным вот в этом случае какой будет результат результатом будет сохранение платежеспособности населения и тем самым все эти деньги вернутся в экономику уже в виде налогов и в виде реально действующей экономики вот коллеги последний короткий вопрос абсолютно очевидно что перенос голосования в контексте поправ в конституцию был оправдан оправдан эпидемиологической ситуации в стране но вместе с тем на мой взгляд это голосование после того как будет отменен режим самоизоляции карантина будет в каком-то смысле обратной связью государству правительству президенту на то как они справились с этим как они помогли населению и не считаете ли вы в данном случае что те самые необходимые и важные поправки из-за негативной реакции населения на действия властей все-таки приняты не будут интересно ваше мнение я честно говоря не вижу для этого никаких оснований поскольку политической части поправки конституции ведут к усложгению политической жизни это хороший процесс это положительный процесс и поэтому я думаю что вот единственное как бы на противоходе может пойти что люди хотят простых решений но простых решений со стороны государства поэтому в этой части я не вижу никаких предпосылов для того чтобы изменилась ситуация по отношению до карантинной я думаю что поправки будут приняты я присоединюсь к Александру я согласен назначен что усложнение политической системы работает и на пользу и тем самым повышает устойчивость политической системы и создает более эффективную систему защиты интересов граждан это первое во вторых я уже говорил что поправки конституции позволяют контролировать действия правительства и финансово-экономического в том числе через парламент через другие институты поэтому это тоже важная история поправки конституции наконец самое главное я здесь присоединяюсь к оценке Андрея вот сейчас реальным единственным эффективным лоббистом интересов граждан является президент федерации и люди это понимают поэтому если президент обратится с просьбой поддержать поправки то и ответ будет аналогичный главное чтобы экономический блок правительства не просил поддержать коллеги спасибо вам большое за увлекательную дискуссию я напоминаю что мы в рамках заседания дискуссионного клуба за правду обсуждали те меры недостаточные меры которые принимает правительство для поддержки населения и бизнеса и в дискуссии участвовали Николай Новичков Александр Казаков Андрей Черников и я модератор дискуссионного клуба Никита Данюк коллеги уважаемые друзья уважаемые партийцы времена сложные мужайтесь но помните с нами правда поэтому прорвемся спасибо вам коллеги большое за дискуссию и до новых встреч спасибо до свидания спасибо до свидания спасибо до свидания всем